Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы начинаем наш традиционный урок. Традиционный урок, в котором мы сейчас во эра. Глава во эра. И сегодня у нас какой день? Пятый день. Глава во эра. День пятой недели. День пятый. И сейчас я начинаю трансляцию в Телеграме. Начинаю трансляцию в Телеграме. Значит, кто хочет слушать в Телеграме. И потом аудиотрансляцию эту получить. Чтобы можно было ее кому-то послать. Отлично. Все, включаю микрофон в Телеграме. Видео. Сегодня есть видео в Телеграме тоже. Отлично. Значит, можно нас смотреть и в Телеграме. И можно нас смотреть и в Фейсбуке. Если у вас есть какие-то еще, может быть, пожелания, чтобы смотреть нас еще в каких-то сетях. Пожалуйста, пишите. Мы будем стараться. Итак, сегодня у нас шестой день. Глава во эра. Значит, глава это о том, как родился наследник Авраамович, в котором перешло божественное благословение. Значит, Ицхак. И мы сегодня дошли до момента, когда конкретно рассказывается про Ицхака. Так. Значит, шестой, пятый отрывок сегодня. Пятый отрывок. Так вот, Хамиши. Аврааму в этот момент было сто лет, когда родился у него Ицхак сын. Это очень удивительная вещь. Смотрите, меня зовут Ицхак. Да, Ицхак имя переводится «будет смеяться». Ну, мы уже знаем, почему именно «будет смеяться» его назвали. И сегодня еще будет тоже об этом очень важная деталь. Но я когда-то пришел к Равыцкаку Зильберу за цель. Он тоже был Ицхак. Ицхак Йосов его звали. У него было двойное имя. И у меня был тогда очень тяжелый период жизни. Я только стал религиозным, и у меня старая жизнь разрушилась. Да? Как написано, лех лехами арцеха, иди себе из своей земли, из твоего города, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я приехал в Израиль. Мне было тогда 26 лет. Значит, 26 лет, 27 лет, 28. Я начинаю учить Тору. И учусь в Ешиве совершенно новый мир, новая жизнь. Я новый, да? То есть, та концепция, как надо жить, которой меня учили, она полностью противоречит жизни по Торе. Жизнь по Торе совершенно другие цели, другие задачи, другие установки, другие правила. Ну, вообще все другое. Я, значит, в этой новой жизни я немного потерялся. То есть, как бы все понятно, но у меня в эту жизнь, когда ты входишь в религиозную, то ты там, ну, никто, да? Ты пришелец. То есть, ты пришелец, пришел, значит, такой из Руси, да? Там русские называли, те, кто русим, да? Которые приехали из Советского Союза. Старую ты оставил. Я полностью обрубил все связи со старой жизнью, со старым миром. А новая непонятно как. Так, я пришел к Равзильберу, говорю, Равыцкак, мне уж что-то очень мне тяжело. А в Торе же как написано? Написано, что Шоне Шем, Шоне Мазаль. Тот, кто меняет имя, меняет судьбу. Я говорю, что там мне моя сегодняшняя новая моя судьба. Мне кажется, ошиблись, мне что-то там не додали. Хочу получше судьбу. Потому что я учил целый день Тору, а денег нет, жил на Адзаку. То есть мне открыли счет в магазине, чтобы я еду брал. И платили стипендию 300 долларов. Я целый день, с утра до вечера, с 6 утра и до 10 ночи я учил Тору. Жена сидела, за 250 долларов мы снимали квартиру в каком-то вообще месте, там без кондиционера, четвертый этаж, родился ребенок. У нас в квартире был диван, который мы взяли, вытянутый какой-то диван. Она на него пошила такую покрывальце какой-то. В общем, жуть такая, да? Как бы в материальном плане. В духовном я летал вообще. Но я ему говорю, что это мне новая судьба моя не очень. Может мне имя поменять? Ну, я такой всегда был за какие-то кардинальные, конкретные шади, которые могут улучшить ситуацию. Он мне говорит, а зачем имя менять? У тебя же такое имя хорошее, Ицхак. И он мне тогда объяснил такую вещь интересную. Ицхак, Ют, первая буква в имени Ицхак, это 10 числовое значение. Он говорит, смотри, 10 испытаний было у Авраама, и у него родился заслуга этого Ицхак. Ицхак всегда должен помнить, что есть 10 испытаний, которые помогли Аврааму подняться на тот уровень, в котором он поднялся. То есть этим он как бы снял вопрос с испытаниями, с тяжестью. С, вторая буква, Ицхак, цадик, числовое значение 90. 90 это сколько лет была Саре, когда она родила Ицхака? Ей было 90 лет. И Всевышний сделал ее в 90 лет, что она помолодела, она потом кормила его два года грудью. То есть это была удивительная вещь. Он говорит, это цадик, второе имя, вторая буква в имени. Хэт, Ицхак, хэт. Хэт это 8 числовое значение, восьмая буква алфавита. Значит, на восьмой день, написано, сделали ему обрезание, это был предыдущий отрывок, мы учили, и обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день. Значит, хэт это 8. А куф, что такое куф? Куф это 100, числовое значение буквы куф это 100. И первое, то, что мы сейчас прочитали, отрывок. В Авраам, Бен Мэт, Шана. Аврааму было 100 лет, когда родился у него Ицхак, сын. Представляете, в имени было зашифровано, не только будет смеяться, Ицхак, значение слова Ицхак, переводится в глагол, будет смеяться в будущем времени. Но и зашифровано в нем вот такие вот интересные вещи. Он говорит, вообще не волнуйся, имя не меняй. Все это самое. Так он весело ответил, я тоже весело от него вышел. И действительно, прошло какое-то время. Я получил уже в новом мире, освоился. Мазальту вот у Татьяны Талисман, Брит Мила, у третьего уже внука у нее. Я в новом мире освоился, получил новую профессию, стал преподавателем Торы, потом я стал изучать дальше профессию педагогика, преподавать, научился преподавать, стал тренером, коучем, потом обучал коучей, и так далее, и так далее. То есть, везде есть этапы, все нужно пройти. И вот такой был случай у меня в жизни. Дальше. И сказала Сара, Цхок Асали Элуим. Сказала Сара, смех сделал мне Бог. Каждый, кто услышит о том, что произошло, что я в 90 лет родила, будет смеяться. Значит, и сказала она, Кто сказал Аврааму, что будет кормить сыновей Сара, что родила ему, значит, сына для старости. Сара очень была, она смеялась, она была очень веселая женщина такая, да. Сара, вот я знаю, есть у нас очень близкие друзья, есть такая рабонит, Ханна Лернер ее зовут, Ханна Лернер. Она все время смеется, она очень такая женщина веселая, ну, она уже в хорошем возрасте, в таком. У нее очень тяжелая в плане жизни, ну, как тяжелая, она всем помогает. У нее день и ночь, у нее полный дом, у нее кто-то живет, у нее 9 детей своих, уже там внуков огромное количество. Каждый шаббат она печет хлеб, хлеб, вот так вот с 6 утра и до шаббата, она печет хлеб, лоцарих, 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 лоцарих. Каждый день она перед шаббатом печет хлеб, у нее там 30-40 человек на шаббат, каждый шаббат, все. И она все время смеется. И вот тут тоже Сара засмеялась, ой, смех сделал мне Бог. Еще смешно, кто Авраама бы сказал, что Сара будет ему кормить детей. И почему она этот вопрос задала? То, что Бог дал Аврааму обещание, что у него будет потомство, это факт. Но то, что именно от Сары, это не факт. Потому что у него уже к тому времени родился сын Ишмаэль, и она удивилась, что Бог сделал чудо и для нее тоже. И вырос ребенок, и его ваигмаль, значит, прошло 24 месяца. В Талмуде Ктубот разбирается очень подробно вопрос, сколько времени мама может кормить ребенка. В общем, считается, что 24 месяца, 2 года, это самый идеальный момент. До 2 лет дальше уже не рекомендуется. И в 2 года сделал Авраам большой пир, в котором праздновали, что он уже как бы отлучается от груди. И собрал он тогда, написано в Усной Торе, пришел Шем, Эвер. Шем это сын Ноаха, еще был в то время жив. Пришел Шем, пришел Эвер. Эвер это уже сын Шема, да, который был еще в ковчеде. Шем был в ковчеде, Эвер уже потом родился. И, значит, собралось все, там праздник большой празднуют. И тут, значит, и увидела Сара, что сын Агаре, ее служанке Агаре, рабыне Египтянке, которого она родила Аврааму, Митцахек. Используется тоже слово Митцахек. Значит, цхок, это смех, да? Но смех-то бывает разный. Бывает смех радости, а бывает насмешничество. То есть, а бывает, как сказал Раби Атива, что цхок выколут рожь, смех и легкомыслие человека приводят к разврату. А бывает, Митцахек, еще это к убийству, да? То есть, это в слове цхок есть как позитивное такое наполнение, да? То, что смех это радость. Смех и радость мы приносим людям. Но и насмешничество, это наоборот. Можно человека опозорить. Были такие случаи, когда над кем-то насмехались. И он потом там, не дай бог, вот буллинг это у детей называется. Заканчивали дети жизнь самоубийством и так далее. В общем, увидела Сара, что сын Агарии, вот этой египтянки, он насмехается над Ицхаком. Устная Тора говорит, что он его и убить пытался, и изнасиловать пытался. И прямое понимание насмехался. Он в это время говорил, ему же тогда уже было 15 лет, то есть он уже был взрослый такой парень, и он говорил тогда всем, да, повторял слова мамы, вот этой Агарии, что Агарь пускала слух про Сару, что она родила не от Авраама. Что помните, когда Авимел их ее забрал тогда, так говорила тогда Агарь, пустила слух, сплетни такие, что Ицхак вообще не сын Авраама, что, значит, и Ишмаэль подхватил это, и насмехался. И сказала Сара Аврааму, вот это первый такой описывается конфликт, семейная, семейная, не ссора, семейная размолвка, и сказала Аврааму Сара, выгони рабыню эту и сына ее выгони. Почему, видите, выгони рабыню эту, потому что это была виновата Агарь, это Агарь пустила этот слух, и она сына настраивала, поэтому мы видим, что Авраам был великий праведник, и насколько от мамы зависит воспитание сына, очень сильно зависит, больше даже от мамы зависит, чем от папы. И сказала, значит, Сара, выгони эту рабыню и сына ее, что не унаследует сын рабыни этой вместе с моим сыном Ицхаком. То есть она говорит, есть правило, как Всевышний сказал, мы действуем по правилам. В Айра написано, и было плохо, адавар маот бейне Авраам, аль одот бно. И было это очень плохо в глазах Авраама, то, что он, вся эта история, ему очень тяжело. Он был очень добрый, для него было хесед милосердие, это было главное его качество. И тут, значит, хесед милосердие, это главное его качество, а тут ему нужно выгнать в свою, ну, все равно она была его жена, Агарь, и выгнать ее сына. Это было очень плохо в глазах Авраама. И сказал Всесильный Аврааму, тогда Бог в пророчестве сказал Аврааму, аль ирабы и неха, аль на наар, ва ла ма тэхань, пусть не будет плохо в твоих глазах про этого подростка и про рабыню твою. Все, что сказала тебе Сара, слушай ее голоса. Что в Ицхате назовется тебе потомство. Значит, у Бога свой был план, и он свой план сообщил Аврааму. И дальше он ему продолжает. Вегам, Эдбен, Аама, Легой, Асимену, но также сына рабыни, народ, я сделаю из него, целый народ, я из него сделаю, тизараха, потому что потомство твое он. Здесь я тут же посмотрел, это Тора, то, что мы изучаем, но мне было интересно посмотреть в Витипедии, что говорит Витипедия про Ишмаэля. И вы знаете, что говорит Витипедия про Ишмаэля, что, ну мы знаем историю, естественно, Витипедия откуда берет главную информацию, история, что у Ишмаэля было 12 сыновей, и Курайшиты, одного звали Курай, Курайшиты, нет, одного звали Кейдар, и от Кейдара берет свой род племя, из которого был потом, кто? Пророк Мухаммед. То есть они были Ишмаэлиты, которые, они были такие племена бедуинские, которые населяли Аравию и так далее, и из нее вышло племя, которое владело потом Мекой, из этого племени, которое владело Меком, из нее был пророк Мухаммед, и, значит, потом от него пошел Ислам, в котором распространялась вера Авраама во Всевышнего на весь Восток. То есть Ислам, Ислам это вера, которую распространял пророк Мухаммед, которую получили от Авраама. Это была вера Авраамом в единого Бога. Поэтому тут то, что мы видим, написано, что действительно будет народ, который произойдет от Ишмаэля. Мы видим, что это так и произошло. Теперь дальше мы переходим к тому, какой был Авраам. Почему именно Авраам был такой великим? В чем было его величие? 14-й отрывок. Ваишкем Авраам Бабокер. И встал Авраам рано утром. То есть, очевидно, пророчество было у него ночью. Он встал рано утром и взял он хлеб и мешок воды. Такой в мехах была раньше вода. Не продавали, знаете, как это сейчас идешь в магазин, дайте мне 6 бутылок воды. А раньше они приходили в магазин и говорили, дайте мне один мех такой воды. Давали такую шкуру баранью, и в ней налита была водичка. В общем, взял он вот этот вот шкуру баранью с налитой водой. Я думаю, не очень вкусно было. И хлеба и дал он агаре и положил ей на плечо и ребенка положил ей на плечо и отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне, в пустыне, которая возле Бершева. То есть, Авраам, он был то, что называется Эвета Шем. Эвет – это раб Божий. Что такое раб? У него нет своей воли. Бог ему сказал, он сделал. Ему это было тяжело, может быть, плохо, эмоции, не эмоции. Бог сказал, он сделал. То есть, у него вот эта связка между эго, я, и действиями, ее не было. То есть, у него была воля Бога, которую он выполнял. А его воля была узнать волю Бога и ее выполнить. Вот это был Авраам, это была его как бы сущность, что у него был один вопрос, как когда умер Равыцкий Зильвер, за хроносадик Левраха, его сын Рав Бенсон сказал, что у папы была внешне очень тяжелая жизнь, но по факту она была очень простая. Его в жизни интересовал только один вопрос, всегда, что Бог от меня хочет, все. И он пытался найти ответ на этот вопрос из Торы и сделать то, что Бог от него хочет. Один вопрос всего в жизни был у человека. И вот, значит, Авраам, он этому научился, Авраам, Авраам, Бог ему сказал, он это сделал. Здесь есть очень интересная устная Тора, говорит, что почему написано, что положил Авраам сына тоже ей на плечо. Это же был уже подросток, 15-летний, что он не мог идти. Говорит нам устная Тора, не мог идти. Почему он не мог идти? Положил, вот как раз Лена Тайпаш очень молодец, задала этот вопрос, остров гениально, она прямо увидела это место, на которое говорит нам устная Тора, что прямо Раша объясняет, вот комментарий Раша, который жил тысячу лет назад, написано так, написано так, дал он хлеб и воду и не серебро и золото, значит, потому что он, ну, тут написано, что он его ненавидел, но я как бы сомневаюсь, что он ненавидел, потому что он вышел для торбутра, что он вышел но что он испортился, ну, это тоже один из взглядов на то, что произошло, что Авраам, он в этот момент, из-за того, что ему открылось, что делал Ишмаэль, как он стал плохо себя вести, он его возненавидел, есть такой тоже комментарий, положил ребенка на плечо, говорит нам Раше, что Сара, что Сара, что Сара на него положила злой глаз, то есть Сара же была очень духовно сильная женщина, пророчица, и она, значит, есть такое понятие, злой глаз, Айнара, которые, Тора очень, очень, как бы, на этот счет говорит однозначно, что это явление есть, что оно работает, есть в Талмуде даже такой момент, что стояло два мудреца, и на кладбище, они смотрели на кладбище, и один говорит другому, что 99% здесь, они умерли от Айнара, от злого глаза, и в Перте вот есть Мишна, что Айнара, Виецерара, Висяната Бриот, значит, злой глаз, злое начало в человеке, и ненависть в создании, человека уводят из этого мира, значит, Сара на него положила то, что называется Айнара, злой глаз, и он заболел, у него была температура, он не мог ходить, то есть это то, что нам сообщает Уснатора, как ответ на вопрос, почему положил его тоже на плечо Саря, на плечо Агаре, значит, и пошла она, и села она в отдаление от ребенка, чтобы не видеть, как он умрет, потому что, ну, это страшная вещь, значит, она сидит, рыдает, написано плачет, и он лежит, умирает, Ишмаэль, и следующий отрывок 17-го Ишмаэла, им, этколь, анар, и услышал всесильный голос подростка, и, возвал ангел всесильного к Агаре с небес, и сказал ей, что тебе, Агаре, не бойся, услышал всесильный голос подростка этого, да, и, значит, встань, пойди к подростку, подними его, да, великим народом я сделаю его, и открыл всесильные глаза, ее глаза, написано, и увидела она колодец, и пошла она, и наполнила она мешок этот водой, напоила подростка, и был всесильный с нааром с этим, и он вырос, значит, всесильный дал ему силу, он вырос, и, значит, он жил в этой пустыне, и чем он занимался, там стрелял из лука, то есть был такой он охотник, лучник, и, значит, жил он в пустыне Паран, и взяла ему мама, жену из Едипта, взяла тоже ему жену-едиптянку, значит, сегодняшний отрывок мы дочитали, давайте, что мы отсюда учим, значит, первое, что мы отсюда учим, Ишмаэль, имя Ишмаэль переводится, услышал Бог, Ишмаэль, услышит Бог, да, то есть мы знаем, что действительно, Ишмаэль, его потомки верят в единого Бога, и Бог услышал их молитву, мы видим также две вещи очень интересные, которые именно касаются каждого из нас, первая вещь касается, что когда у нас происходят различные в жизни сложности, проблемы, они, они происходят для того, чтобы мы от них пробудились, и пробуждение выражается в том, что человек начинает реально молиться Всевышнему от всего сердца, искать выход, искать путь ко Всевышнему, особенно когда он понимает, что он уже сам себя спасти не может, то он в этот момент обращается к создателю мироздания, и говорит, помоги, значит, говорит он, помоги, и что? И в этот момент открылись ее глаза, оно спасение, оно везде, вот оно рядом, то есть был колодец рядом, но она была, рыдала, в стрессе, не видела, и не то, что он открыл ее глаза, у нее же были открытые глаза, она начала видеть, ведь все же спасение, оно приходит естественным путем, то есть колодец был рядом, но она его не видела, там человек, который попал в какую-то сложную ситуацию, вдруг оказывается, что вот тут вот дверь, и она как раз открывается, тут кто-то подошел, кто-то узнал, и так далее, то есть спасение, оно всегда рядом, но мы, мы сами, человек сам заходит в тупик, и он его не видит, второе, что мы видим, что насколько отношения между людьми, они являются ключевыми вообще, ну ключевым фактором, Бог специально сделал так, что мы взаимодействуем друг с другом, то есть если бы Агарь, она не была более добрая, и не говорила бы она злоязычьей, лошонара, если бы она воспитывала ребенка так, чтобы он с уважением относился к Саре, и к ее сыну, то возможно вся ситуация, она была бы по-другому, но, значит, было то, что было, а мы это учим для себя, и понимаем, что злоязычие, оно приводит, это как убийство, да, расценивается убийство, и оно убивает того, кто, о ком говорят злоязычие, того, кто говорит, и того, кто слушает, тоже он под раздачу попадает обычно, да, теперь дальше, что мы еще увидели, мы еще увидели, вот этот вот очень важный момент, есть, есть, в псалмах, есть такой один из псалмов, значит, там царь Давид говорит, и мы здесь видим вот эту вот вещь интересную, что от царя Давида отказался его отец, и его мама, и он жил где-то далеко-далеко на пастбищах, и вообще, когда пришел пророк Шмейли, сказал его папе Ишая, значит, что в твоей семье родился ребенок, который будет царем, то Ишай показал всех своих сыновей, пророк Шмейль сказал, нет, здесь нет его, он говорит, кто же еще, кто же это может быть, а, есть еще этот вот Давид, который мы вообще сомневаемся, мой он сын или не мой он сын, чей он сын, нам очень сомнительно, но он там, и когда привели царя Давида, пророк Шмейль сказал, что это царь Израиля, вот он будет царем, от него пойдет Машеах, и вот этот псалом, который говорил Давид, что и папа, и мама меня оставили, а Бог меня усыновил, это как раз момент вот этот вот, очень важный, да, который мы здесь тоже видим, оставили же папа, Авраам выгнал Ишмаэля, мама отошла подальше, чтобы не видеть, как он умирает, и вот в этот момент как раз, он там же лежал, и так же, как царь Давид говорил, папа, мама меня оставили, а Бог меня усыновил, так же говорил Ишмаэль, Папа и мама меня оставили А Бог меня усыновил Машер Абейну та же история Его папа и мама оставили Значит он был во дворце у фараона Это не были его родители То есть тоже Бог его усыновил Авраам Папа и мама его оставили Ну вернее он оставил и папу и маму И ушел он из То есть мы здесь видим такую интересную вещь Что именно настоящее Такое глубокое приближение к Богу Идет почему-то через Разрушение вот этого То что называется эго То что называется Внутренняя какая-то система человека Которая опирается Естественно на папу, на маму На привычную жизнь И тут вот когда все это рушится И человек прям рыдает и плачет И говорит Господи То есть только от тебя спасение В этот момент бах И происходит у него в жизни самая великая вещь Когда он соединяется Со Всевышним Соединяется со своей душой И переходит на совершенно другой уровень жизни Осознание, самоосознание Духовного своего роста и развития Все дорогие друзья Вот такой мы сегодня Замечательно как бы прочитали Отрывок из недельной главы С Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра Чтобы в заслугу как мы учим Тору И получаем свет Всевышнего И распространяем его То есть я надеюсь что вы все тоже станете Нашими партнерами в распространении Знания о Боге То мы значит в заслугу этого Чтобы Всевышний услышал наши молитвы Сейчас самое время помолиться Попросить Всевышнего Чтобы он Чтобы он Реализовал ваши какие-то мечты Планы, запросы Потребности И чтобы Ну тоже подумайте Хочет ли этого Всевышний Да можно просто добавить Что с Божьей помощью Значит Хотя интересно Вот Роман Гольдман знает Что иногда религиозные евреи Говорят Беизратошем С Божьей помощью Вот они говорят Сейчас я там Завтра у нас будет урок Торы Беизратошем С Божьей помощью Или они говорят Имерцешем Если Бог захочет То есть и Просто это произносят эти фразы Но я когда-то слышал От одного очень великого раввина Объяснение Он говорит Смотри Когда ты делаешь то Что Бог тебе повелел делать Да Ну заповедь Вот урок Торы Это заповедь Когда ты говоришь С Божьей помощью То есть тут ты не сомневаешься Что Бог этого хочет И ты просто просишь Чтобы было его содействие А когда Ты Вот я сейчас иду там Например По какому-то делу Просто по какому-то делу Я не знаю Я не знаю Или это заповедь Или не заповедь Я говорю Имерцешем То есть пускай это будет Если Бог захочет Значит Поэтому когда вы молитесь Нужно подумать Насколько то Что вы хотите Чтобы произошло Важно для Всевышнего И война Чтобы закончилась Безусловно важно Для Всевышнего Чтобы с Божьей помощью Война закончилась Чтобы война Которую ведут люди Абсолютно Беспринципные Которые начинают войну Начинают войну Люди Ну Это Это бандиты Да Которые начинают войну Нападают Забирают Грабят Это страшно И чтобы эти люди Которые беспринципные Которые Которые Захватчики Которые Ну Ведут эту войну Чтобы они Прямо Закончили ее Чтобы они Давайте помолимся Чтобы они стали Вдруг у них пробудилась Праведность Совесть И чтобы они поняли Что нельзя убивать людей Нельзя убивать людей Никакие Территориальные вопросы Никакие там вопросы Заставят других Думать так Как ты хочешь Они не оправдывают Взять и убить кого-то Ограбить кого-то И так далее Это Даже нельзя Если человеку Надо выполнить заповедь Например Для доброго дела Вот Например Там Зоя Иванченко Решила дать Дзаку Кому-то помочь Вот прямо Милосердие Сделать такое Прямо Спасти кого-то Да Ну вот просто Она не может пойти Ограбить Другого человека И сделать добро Так не работает То есть Это не будет добром Добро это добро То есть должен быть мир Да мир Вот да мир Он даже У него имя Он заранее подготовился К сегодняшнему дню И он взял себе имя Да мир Значит Чтобы был мир Все Миру мир Да мир Все Удачи всем и успехов И чтобы Всевышний услышал Наши молитвы Чтобы война закончилась Чтобы все Выздоравливающие Выздоровели Все кому сейчас Нужно здоровье Чтобы это была Рифаш лама Моши Бенерина Чтобы это была Рифаш лама Рита Бадбася И значит С Божьей помощью Чтобы Всевышний услышал Ваши молитвы Все До завтра В 10 утра Встречаемся Счастливо Редактор субтитров